В те же дни конца мая, когда Деникинская армия выступила во второй Кубанский поход, над Российской Советской Республикой собралась новая гроза. Три чешские дивизии, продвигаясь с Украинского фронта на восток, взбунтовались почти одновременно во всех эшелонах от Пензы до Омска. Этот бунт был первым заранее подготовленным ударом интервентов по Советскому Союзу. Чешские дивизии, начавшие формироваться еще с 2014 года, из живших в России чехов, затем из военнопленных, оказались после октября чужеродным телом внутри страны и вооруженно вмешались во внутренние дела. Склонить их на вооруженное выступление против русской революции было делом непростым. У чехов еще жило отношение к России как будущая освободительница чешского народа от австрийской имперской власти. Чешские крестьяне, откармливая гусей к Рождеству, по старой традиции говорили «едного гуса для руса». Чешские дивизии, уходя с боями от наступавших на Украину немцев, готовились к переброске во Францию, чтобы во фронте демонстрировать перед всем миром за свободу Чехии, за участие ее в победе над австрогерманцем. Навстречу чешским эшелонам, направлявшимся во Владивосток, двигались военнопленные немцы и особенно ненавистные венгры. На остановках, где сталкивались два встречных потока, бушевали страсти. Белогвардейские агенты нашептывали чехам о коварных замыслах большевиков, о их намерении будто бы разоружить и выдать немцам чешские эшелоны. 14 мая на станции Челябинск произошла серьезная драка между чехами и венграми. Челябинский Савдеп арестовал несколько особенно задиравшихся чехов. Весь эшелон схватился за оружие. У Савдепа, как и повсюду по линии, были одни лишь кое-как вооруженные красногвардейцы. Пришлось уступить. Весть о Челябинском инциденте полетела по всем эшелонам и взрыв произошел, когда в ответ на эти события был издан предательский и провокационный приказ председателя высшего военного совета республики. Все Савдепы обязаны под страхом ответственности разоружить чехословаков. Каждый чехословак, найденный вооруженным на железнодорожной линии, должен быть расстрелян на месте. Каждый эшелон, в котором окажется хотя бы один вооруженный солдат, должен быть выгружен из вагонов и заключен в лагерь для военнопленных. Так как у чехов была превосходная дисциплина, спаянность и боевой опыт в изобилии пулемета и пушки, а у Савдепов плохо вооруженные отряды Красной Гвардии безопытного командования, то не Савдепы, а Чехи разоружили Савдепов и стали хозяевами по всей линии от Пензы до Омска. Бунт начался в Пензе, где Савдеп выслал навстречу 14 тысячам чехов 500 красногвардейцев. Они повели наступление на железнодорожную станцию и были почти все перебиты. Чехи вывезли из Пензы печатный станок экспедиции заготовлений государственных бумаг, в большом бою разбили красных под безвенчугом и лепегами и заняли Самару. Так образовался новый фронт гражданской войны, быстро охвативший огромные пространства Волги, Урала и Сибири.